Всем привет! Здравствуйте! Я вас приветствую в прямом эфире. Давно мы с вами не виделись, давно не встречались, в эфир я не выходила. Очень рада, что сегодня он у нас состоялся уже. Тема сегодняшнего эфира мы будем моделировать одной каплей при помощи Акригель Милк. Сегодня буду на себе делать, пальчик подготовила. В процессе работы пообсуждаем нюансы, вы можете задавать свои вопросы, связанные с работой твердыми гелевыми системами, по поводу Акригеля поболтаем. Ну, в общем-то, все. Видно, слышно, все хорошо. Да, вижу. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, все, кто присоединяется. И разворачиваю камеру и начинаю работать. Очень рада всех видеть. Всем здравствуйте. Так, разворачиваемся. Разворачиваемся и начинаем. Ой, а кто у нас пришел? Еще не пришла? Мы ждем Катю, Ирошниченко. Прям вот, наконец-таки она приедет, попадет сейчас на кусочек нашего прямого эфира. Мы ее будем всем коллективом поздравлять с днем рождения. Так что на минутку переключусь, Екатерину обязательно покажу вдохновленную, отдохнувшуюся и соскучившуюся за нашей замечательной компанией. Так, ну, начинаем. Нам понадобится сегодня Акригель Милк. Такой молочный у него цвет. Он будет иметь у нас легкую полупрозрачность. Моделировать мы будем на одноразовой форме. И использовать нашу классическую трехфазную систему. Это подготовительный этап. Это супербонд для базового покрытия. И непосредственно скульптура с покрытием дальнейшим финишем. Подготавливаем ногтевую пластину. Я выполнила быстренько на скорую руку аппаратную обработку. Сняла предыдущее покрытие. Ноготок я ногтевую пластину обезжириваю. Для дополнительного обезжиривания. Так как твердые у нас гелевые системы и Акригелевые в том числе. Они любят сухую поверхность. Дополнительно я прохожусь по ногтевой пластине жидкостью вспомогательной. Это nail prep. Дегидротант. Который выводит остатки влаги и масел из натуральной ногтевой пластины. И далее следующим этапом мы берем ультрабонд. И тоненьким слоем проходимся. Ультрабонд. И проходимся полностью по поверхности. Ультрабондом работаем тоненько. Без нахлёстов. Буквально в два движения. Третьим этапом можно пройти по торцу. Далее. Супербонд. Это базовое покрытие. Из гелевой системы. Твердой, нерастворимой. Я больше люблю Супербондом пользоваться. Если очень влажные ногти у клиента. Есть такая у вас необходимость. Вы можете по показаниям работать и базой гель-лаковой. Прохожу такими втирающими, вбивающими движениями по поверхности. Контролирую боковые поверхности. Сейчас посмотрим под кутикулу. Нет, нормально. С отступом от кутикулы. Прямо под саму кутикулу в базу не заводим. Перекрыли и сушим. Сушить сейчас буду 60 секунд, так как мы будем выполнять укрепление с одной капли. Не будем отдельно делать удлинение. Сначала свободного края, потом архитектура. Сразу с одной капельки акригеля поработаем. Для того, чтобы нам с материалом было комфортнее работать, я буду использовать очищающий спрей, колпачок. От кубика беру. И небольшое количество спрея туда сгружаю. Апельсиновая палочка нам нужна. Апельсиновую палочку можно и предварительно смочить хорошо, чтобы это дерево, оно напитается влагой, и вам будет комфортно работать. Обязательно приготовьте дополнительно салфеточки, которые излишки спрея вы будете промакивать о салфетку. Потому что акригель не любит, когда на поверхность вы наносите очень много жидкости. В этом случае он может течь. Так, уже комментарий, девочки, пока базу сушу, что... Если сухие ногти начинают скручиваться. Что касается скручивания сухих ногтей, вот в этом случае я рекомендую всегда технику с запечатыванием. Запечатыванием свободного края. Можно это делать натурал композит гелем, можно делать софт пинг желе. Образуем запечатывающий кант по свободному краю. Сейчас технику эту можете посмотреть и на имя Афиши. У нас выложен ролик, я снимала видео по этой технике, чтобы понять, что это такое, если вы так не работаете. И этот запечатывающий кант, он у нас обеспечивает жесткость в зоне свободного края и не дает ногти скручиваться. Поэтому смотрите по показаниям, как удобно вашим клиентам. Я беру форму, убираю чрезмерное удлинение. У меня стало в эфире шумно, потому что просто проходит огромное количество сотрудников. Мы все ждем Катю, чтобы ее поздравить. Поэтому, скорее всего, сейчас тоже немножко отличаемся. Форму снимаю с подложки. Обязательно по поверхности накладываю сверху. Делаю форму более жесткой, для того, чтобы у нее жесткость появилась дополнительно. Я люблю, когда форма послушная, когда можно ее поджать. Разрезаю по перфорации. И, ну, я знаю уже свои руки. У меня вот здесь сейчас в линию гиппанихия форма начнет упираться. И вот, чтобы этого не происходило, я окошечко формы сразу углублю. Ну, не сильно, слегка. Мне просто нужно, чтобы форма стала более плотно под свободный край. И клиенту вашему будет комфортно, если форма не будет давить. И вам будет удобно, скажем так, манипуляции все выполнять. Форму, конечно, мы оставим двумя руками. Давайте немножко отвлечемся. Прям возьмем штатив. Посмотрите, кто к нам приехал. Давай, Ромерчик, иди. Там эфиру посидим. И Катя такая солнечная, яркая. Мы работаем, и каждый раз повторяем тебя искренне. С днем рождения. Спасибо. А что там было? Моего любимого, девятого этажа, дизайнера. Это, чтобы ты еще больше просвещалась, и тебя посещала творческая энергия. Все увеличилось и увеличилось. Это отрасль, я подумал на медикацию. Правда? Разработка. Разработка. Это еще не все. Давай. Давай. Так, ты как прекрасная девушка, ценитель всего вокруг, да, чтобы было всегда красиво и все хищно. А вам подсказали, да, что вы очень хотите. Да, я Кали попросила заказать мне вазы. Вот, мы нашли такие вазы, которые вы хотели, так что теперь у вас еще будет что туда поставить. Вот, мы у вас поздравляем с вашей компанией. И еще дополнительно у вас есть возможность еще что-либо себе заполнить, обязательно подобрать. я просто веду эфир, Катя. Ну, все, я возвращаюсь в эфир. Я возвращаюсь в эфир, не могла не показать этот момент. Немножечко отвлеклись, а вопросы, которые у нас прибежали по ходу действия, я сейчас вам обязательно отвечу. про Супер Бонд. Супер Бонд не имеет резкого запаха. Какого-то резкого специфического запаха он не имеет. Так, возвращаюсь к своей форме. Форму предварительно слегка скрутила в поперечном изгибе. Форму мы ставим на клиентах двумя руками. скручиваем, ну, минуточку, да, секунду придется нам. Скручиваю форму в поперечном изгибе. Завожу, посмотрите, я сначала завожу под уголочки и потом вставляю середину. Да, конечно, яркое поздравление Кате у нас сейчас происходит, но процесс... Так, располагаю по боковой поверхности верхнюю часть формы, вставляю середину и склеиваю нижние части, боковые. Начинаю выполнять зауживание свободного края, вставляю серединку, контролирую постановку формы. Сейчас она у меня ушла. Я на секундочку буквально убегу из кадра для того, чтобы мне максимально удобно было форму зажать и зафиксировать. Так, ну, в общем-то... В общем-то, почти готово. Еще раз, вот здесь от вростов ногтевых, когда двумя руками вы работаете, это очень удобно. От ногтевых вростов упираетесь по подушечке пальчика и вниз двигаетесь. Так, берем Акригель Милк. Особенностью набора из баночки Акригеля является такой факт. Если вы возьмете в центре и начнете как гель накручивать, будут образовываться воздушные пузыри и при опиле они будут видны. Для того, чтобы этого не происходило, я набираю, определяю себе примерное количество на глаз. Это делается. Материал, который мне понадобится для укрепления. И вот так по стеночке, по баночке я начинаю эту капельку вытаскивать. Каплю беру достаточно приличного размера, потому что полностью укрепление все мы выполняем с одной капли. капельку выгрыжаю в центр на поверхность и формирую вот такой шарик. Дальше еще раз чуть-чуть смачиваю и снимаю остатки на салфеточку. В первую очередь я, посмотрите, сбоку специально показываю, у палочки есть такой скос. И вот за счет вот этого скоса я начинаю подталкивать материал к кутикуле равномерными движениями без чрезмерного давления я просто притаптываю. И за счет вот этого скоса я, получается, на нет свожу толщину материала, потому что в зоне кутикулы наполнение у нас должно быть плавным. Ноготь не должен быть толстым. Я повторяю изгиб натурального ногтя такими притаптывающими движениями. Дальше разворачиваю ноготь пальчик клиента на бочок и такими же притаптывающими движениями сначала тоненьким слоем определяю границу материала, чтобы у меня кригель не вылазил на кожу, чтобы не было ступенек, наплывов. То есть я сначала тоненько определила границу с одной стороны, потом развернула пальчик таким же образом определила границу тоненько-тоненько. контролируя, чтобы у меня все было чистенько, четко и ровно. Определила границу с другой стороны. И дальше, теперь, следующим этапом я также, пользуясь скосом палочки, начинаю тянуть материал, оставляя максимальную толщину в центре, я начинаю стягивать материал для определения удлинения. выбираю необходимую мне длину и опять-таки, начинаю сбоку спускать, уже формировать боковую параллель. В центре длину определила и начали спускаться на бочок. С одной стороны делаем с запасом на опил. Боковая параллель у нас всегда должна быть с небольшим запасом для того, чтобы мы могли опилить. И с другой стороны, также, видите, толщину спускаю. Максимально стараюсь ее сформировать сразу равной толщине моего будущего ребра. Сильно много материала нам здесь не нужно. И также аккуратненько апельсиновой палочкой, вот прям к форме, практически свожу на нет толщину. И дальше уже, смотрите, здесь вы можете работать как вам комфортно. Если вы хотите доработать кисточкой и вот максимально выгладить материал, доработайте кисточкой. Если вам комфортно палочкой, можете доработать палочкой. То здесь уже на ваше усмотрение. Что я сейчас делаю? Я сейчас толщину на поверхности начинаю притаптывать и спускать для наполнения толщины в боках. То есть в центре у меня было достаточно материала, а в боках мы только определили границу. А теперь эту границу я начинаю наполнять. Стягиваю вот так, потихонечку наступаю. Когда вы дотрагиваетесь до акригеля палочка, он имеет шероховатую поверхность. А со временем он чуть-чуть подразравнивается, распределяется и становится более гладким, даже такой некоторый блик получается. Вот таким образом сформировали. Еще раз проконтролировали зону кутикулы, чтобы максимально все чистенько было и максимально ровно. Опиливать мы будем в любом случае. если вы видите, что материала много, соответственно, вы можете, как пластилин, взять кусочек, откусить на свободном крае и, например, дополнить. Если видите, что мало, также можно взять горошинку, только выгрузить ее не сверху, а со стороны свободного края и начинать потихонечку подталкивать уже непосредственно к центру и в той части, где у вас толщины не хватает. Вот таким образом мы выполнили полностью сразу и удлинение, и укрепление. Да, конечно, при виде сверху я вижу сейчас, что материал у нас многоватый, вот здесь по бочкам, но все это у нас в результате опила все это мы исправим. Чем удобен акригель, вы эту манипуляцию можете сразу делать на нескольких пальцах. Ну, один поставили, следующий, следующий, следующий. Если работаете аккуратно, знайте, что форма не собьется, пожалуйста, можно потом сушить все четыре пальчика и уже дорабатывать большие. Отправляю сейчас, перед просушкой поджимаю форму, поджимаю, контролирую заужение, потому что при воздействии апельсиновой палочки форма у меня могла немножечко разжаться, то есть этот момент тоже вы контролируете, особенно если гидрозные ручки у клиента, влажность такая, достаточно приличная форма, всегда нужно проконтролировать. И все, и я отправила ноготок на просушку. Время полимеризации у нас две минуты, архитектуру мы выстраивали при помощи акригель milk сразу полностью с одной капли и удлинения, и укрепления по поверхности, поэтому, конечно, нам необходимо качественно и тщательно материал просушить. Просушиваем, и после чего уже мы совершенно спокойно сможем опиливать нашу поверхность. В принципе, вот акригель чем удобен, даже на очень большую длину комфортно работать в том плане, что вы сразу всю длину можете выстроить, вам не нужно там три капли делать. Выстроили большую длину, видите, что у вас достаточно приличная толщина, сразу хорошо просушивайте, и все будет отлично. Две минуты просушку я оставлю, и буду приступать к опилу. Акригель у нас по опилу очень комфортный. Я очень люблю работать пилочкой для искусственных ногтей 100 на 180 единиц беленькой. Она более, на мой взгляд, она более мягкая. В лампе печет, ну вы знаете, я ощущаю тепло, но желания вытащить у меня пальчик нет, хотя ногти у меня такие, я очень много на себе делаю, эфиров провожу бесконечно, спиливаю, перепиливаю, ногти у меня сейчас достаточно ослаблены. поэтому супер такого очень горячего эффекта нет, но тепло ощущается, конечно. Особенно в связи с тем, что полностью я всю каплю сразу выстроила, досушиваю две минутки и буду приступать к опилу. Мягкая пилочка пилю, потому что я не люблю, когда на поверхности слишком грубая пила остается, поэтому очень активно пользуюсь белая пилочка. ну давайте смотреть, просыхал, просох, не просох, форму сняла, на форме не осталось никаких следов, с внутренней стороны перевернули, посмотрели, абсолютно чистый, видите, вот он, я прям натягиваю валик, вот она подушечка пальца, форму мы поставили хорошо, четко в стык в стык к натуральному ногтю, все гладенько, все просохло, за две минуты все отлично просыхает, и далее мы уже приступаем к опилу, очень удобно таким образом работать, когда вы выполняете сразу, на четырех пальцах сделали, к ригелю он не поплывет, он не потечет, он будет у вас четко стоять, то есть здесь можно еще и сэкономить время, вот такой получился ноготь после выкладки можно и более аккуратненько, чуть потоньше, так, сейчас я прочитаю вопрос, здравствуйте, мелкозернистый, как понять разницу между мелким и крупным, понять зернистость можно девочке, но только на ощупь, только визуально, только на взгляд, я вот вообще такой зернистости какой-то в нашем гри геле не ощущаю, у него остается след, когда палочка, вот смотрите, палочка, вы трогаете его, вот я дотронулась до него, и у меня остался след от палочки, а потом он, когда постоит, особенно от температуры натурального ногтя, от температуры тела, он становится глянцевый, то есть какой-то зернистости в нем не видно, даже в нашем гри геле прозрачном она не читается, поэтому, ну на самом деле, я не думаю, что она будет как-то глобально влиять на конструкцию, на работу, то есть тут только вопрос будет нравится, не нравится, комфортно ли вам работать. Устанавливаю пилочку к торцу, придаю форму свободному краю, сначала слегка при взгляде сверху, затем устанавливаю, выравниваю боковой параллель, боковые параллели я выравниваю и сразу выполняю заужение, делаю это в трех плоскостях, снизу, сбоку и как бы выходя наверх, и к центру подхожу, опять, снизу, так как я параллель выкладывала с запасом на пил, для того, чтобы мне было из чего открыть вот здесь толщину торца, снизу подтянула, сбоку сверху и выхожу. По форме, конечно же, вы ориентируетесь на запрос клиента, на, ну, мастеров, как правило, рука набита, уже форма, почерк виден, да, у каждого мастера свой. Обязательно нужно посмотреть в торец, обязательно нужно, чтобы вот у нас-то форма овальная, такая миндалевидная, у нас нет здесь четких углов, но боковые стороны, вот боковые параллельки, они при взгляде с торца тоже видны, поэтому их обязательно нужно выровнить, вот здесь у меня параллель чуть провисает, поэтому я возьму ее и подтяну. И дальше уже, после того, как я открыла толщину торца, где моя щеточка, вот, мне открылась толщина торца, посмотрите, он у нас не прям кабан, не огромный, не толстый, но, естественно, поверхность нам нужно выровнять. Выкладываю на поверхность, за счет того, что окригель мы достаточно аккуратно выложили в зоне кутикулы и по боковым, грубой частью пилочки я вообще там работать не буду, для того, чтобы не цеплять кутикул. Грубой стороной пилочки я начинаю работать в зоне свободного края. Вот ориентируюсь на один бочок, вот он у меня торец. И я от этого торца, выходя полностью на всю поверхность свободного края, двигаюсь, видите, беспрерывно. Когда я делаю такие движения, у меня опил сразу происходит гладким становится, то есть поверхность не имеет какой-то ребристости, нет граненого стаканчика. Смотрите, окригель опиливается достаточно такой тяжелой пылью, она, в отличие от геля, не летит в воздух, так мы ей не дышим, конечно, как гель, не пылит у нас. Видите, она сразу меня и начинает пилить, она у меня оседает в ладошке. Вот я ориентируюсь на толщину торца, делаю его равномерным по всему периметру от одного ногтевого вроста к другому. Специально я, когда пилю, я прям смотрю всегда в торец, чтобы я видела, что у меня понижается, где у меня понижается и как у меня опиливается. Еще раз бачок. И теперь уже после этого мы можем выйти на опил по поверхности. В зоне кутикулы, повторюсь, опиливаю мягкой стороной. При работе с акригелем имейте в виду, я всегда рекомендую максимально аккуратно выкладывать в зоне кутикулы, чтобы не было там бугров, чтобы не было там каких-то затеков, чтобы у вас не возникла необходимость жесткого опила в зоне кутикулы и давления. Очень часто мастера при большом давлении на кутикулу, в зоне кутикулы, на акригель, сразу же, уже на этапе опила формируют отслойки. То есть, акригель это материал жесткий, вы должны это понимать, должны это при работе учитывать. Поэтому работа, чтобы у вас, у клиентов не пошли отслойки в зоне кутикулы, материал хорошо стоял, не оказывайте давления. То есть, максимально постарались выгладить его, не получается апельсиновая палочка, возьмите кисть, выгладите кисточкой, чтобы в зоне кутикулы не оказывать давления и сильно не пилить и не спровоцировать отслойки. Вот такая еще есть особенность при работе с абсолютно любым акригелем, потому что все-таки по жесткости акригель более жесткий, чем просто сравнивать его с софт-нудом или софт-пинком. И теперь уже после того, как я пилила кутикулу, я могу формировать точку апекса. Я люблю, когда ногти с не таким ярко выраженным изгибом. Я сейчас чуть-чуточку понижу. Конечно, нам обязательно нужна толщина. Конечно, изгиб продольный, он обязательно должен быть, являться плавным подъемом и плавным спуском. Ни в коем случае не с горбиком вот здесь в зоне свободного края, чтобы это смотрелось максимально эстетично. Я буквально чуть-чуть понижаю и сразу перехожу на выравнивание вот боковой поверхности, плоскости, так как при взгляде с торца я это контролирую. При взгляде с торца мне боковые поверхности должны быть одинаковой толщины. Здесь сейчас толще, это видно. Я специально в торец поднимаю, поэтому я совершенно спокойно боковую часть вот здесь с левой стороны я ее немножечко понижаю. На этапе выкладки, когда я так пальчик разворачивала, это тоже было видно, что здесь мы материала выложили чуть больше. Все, по большому счету весь ноготок готов. Никакого отдельного удлинения, сразу с одной капельки взяли, выложили, выстроили, выгладили. Можно выложить еще более аккуратно. Под камерой очень неудобно работать, потому что я фактически всю работу, которую я делаю, я через экран смотрю. Конечно, это отражается, поэтому в такой обычной жизни можно выгладить, когда вы с клиентом работаете, ну почти до идеала, и опил тогда вообще у вас будет совершенно минимальным. После того, как я опилила, обязательно шлифую, прорабатываю торец, прорабатываю поверхность свободного края, шлифовщиком уже, конечно, я под кутикулку стараюсь заходить, даже своим пальчиком слегка оттягивая и боковой валик, чтобы у меня хорошенько, хорошенько везде проработалось и задний валик тоже. Все, зашлифовали и ноготок готов. Вот таким образом можно достаточно быстро и эффективно, сэкономия во времени работать. кстати, девочки и мальчики, небольшой лайфхак, очень люблю пыль вытирать, прежде чем просто брать салфетку с обезжиривателем, мочить, вытирать вот такой тканевой салфеткой для маникюра, она очень хорошо пыль в себя вбирает, движениями вот так от свободного края кутикули, смотрите, прошлась, пыль впиталась, с внутренней стороны также убрали, смотрите, видите, как пыль собралась, и теперь уже можно просто выходить на обезжириватель, это будет очень хорошо, особенно для потом дальнейшего цветного покрытия, если есть необходимость, можно взять кутикул ремовер, и кутикул ремовером пройти, убрать опил из пазух, из складок заднего валика, убрать опил с внутренней стороны, и при необходимости доработать по маникюру, доработать режущим инструментом, или если в процессе опила какие-то появились моменты, которые хотелось бы убрать, буквально пыльку прошли, убрали, также взяли салфеточку сухую, убрали, вот смотрите, раз, и что-то где-то вылезло, какая-то небольшая часть, все-таки с кутикул ремовером гораздо комфортнее, гораздо удобнее работать, где-то после опила, небольшая заусенка, ее можно убрать, дальше, обезжириваем, обязательно обезжириваем, потому что кутикулу ремовер, конечно, нужно полностью убрать, смотрите, очень красиво, очень натурально, и длина небольшая, и время мы сэкономили, удобно в работе нам было, так, дальше можно уже сразу по поверхности выполнять либо цветное покрытие полностью, либо выполнить дизайн, я сегодня хочу попользоваться новыми шермифонами, обалденными, супер-классными, здесь у нас представлены, представлены номера 234-летний день, и 232-путешествия, вот такие замечательные, наступила весна, уже хочется, хочется в путешествиях, хочется какого-то настроения, и я буду использовать 347-ой цвет, он у нас сейчас в базовой линейке присутствует, сильно не заморачиваюсь, вот просто, знаете, можно взять и такое, как бы, сделать небольшой подтон на свободном крае, протянуть, с милком вообще прекрасно сочетается, такой суперчеткой границы нет, смотрите, раз, и можно взять кисточку, что тут у меня под рукой, можно взять кисточку, правда, старенькая совсем, для градиента, и если вы хотите вот этот легкий шиммер, прям растушевать, растушевать, видите, по-сухому, по-сухому, прям хорошенько-хорошенько растушевывается, то есть, я сделала эту границу вообще совершенно нечитаемой, не видно ее, подтягиваю, подтягиваю, на нет, все, подсушиваем, подсушиваем, и дальше готовим шермиконы, пока у меня ноготок подсыхает, я их достану, очень классные надписи, надписи всегда актуальны, вот в любом дизайне, какой бы вы ни делали, кажется, что, ой, вот сейчас еще бы надпись, и все просто заиграет новыми красками, к любому дизайну будет подходить, очень много, такие они такие красивые, здесь и птички, и очень такие милашные надписи с разными шрифтами, мне кажется, любой дизайн дополнит, я прям в восторге от новых шермиконов, и, конечно же, тревел, путешествия, здесь можно пустить в космос стрелы и запланировать себе вот такое замечательное начало, так, можно покрыть теклосом, я делаю, опять-таки, экономя время, все максимально просто, я подсушила гель-лак, я просто сейчас обезжирю поверхность, шермикон прикрепится на любую глянцевую поверхность, и вот в той части, где она у меня как раз-таки глянцевая, я возьму, конечно, безумно, мне нравится это сердечко, мне кажется, я сейчас буду ходить в этих сердцах самолетах, потому что, ну, очень, они, очень, они крутые, и, каким образом располагаю, вот на той части, где мы чуть-чуть делали потом, смотрите, раз, и пустили, пустили в небо самолет, хотите, дополните еще надписью, тоже будет очень, прикольно, вот, возьмем, например, что у нас тут, Италия, возьмем Италию, так, и небольшую надпись, чуть-чуть на бок ее сформируем, таким образом, такая вообще нежнятина, нежнятина, очень мило получается, сверху шармиконы, нужно перекрыть топ-теклосом, и, если вы хотите матовое покрытие, сверху перекрытие вельветом, на клиентах, не рекомендую, на себе всегда делаю, вообще идеально носится, еще ни разу у меня шармикон не оторвался, взяла вельвет и сразу вельветом покрыла, как бы, по технологии нужно т-клосом перекрыть, я вообще не заморачиваюсь, перекрываю вельветом, потому что мне нужно покрытие матовое, также вельветом можно чуть-чуть подвыровнять поверхность, потому как шармикончики толщину имеют, ой, вообще такая, просто такая нежность, сразу появился воздух, таким образом выровняла поверхность, сразу перекрыла вельветом, так, я перетянула не блестками, девочки, посмотрите, я взяла цвет 347, он у нас сейчас в базовой коллекции, в нашем базовом ассортименте представлен, его очень люблю, нежный, с легким шиммером, он хорош, как в самостоятельном покрытии, так, и вот для таких историй, смотрите, в сочетании, просто матовым топом перекрыла, он стал еще светлее, очень мне нравится это сочетание, прям огонь, перекрыла я матовым топом, и сейчас, следующим этапом, знаете, это будет такой легкий, добавлять еще больше воздуха, легкости, невесомости, я взяла джемтеклер, наш просто долгожданный, очень долго мы его ждали, очень, я хотела его выхода скорейшего, джемтеклер, прозрачный, для дизайнов, для того, чтобы придать объемчик, и я беру небольшую капельку, прям такую вот горошинку, набираю на линеарную кисточку, и теперь я хочу свое вот это сердечко немножко оживить, это не будет бросаться прям вот явно в глаза, то есть не будет какого-то, это не стразы, например, которые мы сверху поставили, но это дополнит, добавит жизни и живости вот этому облачку и на матовом, на матовом покрытии будет очень прикольно выглядеть, я его, можете залить полностью, я оставляю вот этот след от самолетика, который выходит, выходит из облачка, прорезает его, я его оставляю пустым, смотрите, по высоте, по поверхности тоже можете ну как бы регулировать, контролировать, можете сделать повыше, не знаю, сейчас на телефоне передает или не передает этот эффект, которого я добиваюсь, но вот это сердечко прям короче, джемте клерр, просто любовь любовная моя, и получили такое, он подтягивается очень комфортно, у него консистенция, подтягивается, ложится четко под той границей, которую вы ему определили, и сушим, так, пока работала джемте клеем, сейчас посмотрю, есть ли какие-то вопросы у нас, так, если кому-то не ответила, продублируйте, пожалуйста, сегодня мы с вами работали акригели milk, мы выстраивали с одной капли удлинения и укрепления полностью всю архитектуру, выполнили дальнейший эпил после просушки, для подтона дополнительного для цвета 347 цвет, я использовала для покрытия, поработала ноженаводшими новыми шермиконами и джемте клеером, на черном фоне сейчас попыталась сфокусировать, смотрите, какой ноготок у нас получился, довольно-таки быстро, очень мило, очень нежно и очень удобно, так что рекомендую обязательно акригель незаменимая вещь для любого мастера, для быстрых техник, для ремонта вообще просто идеально подойдет. Так, эфир мы с вами заканчиваем, всем спасибо, кто присутствовал, очень рада была всех видеть, со всеми соскучилась, в комментариях под эфиром мы его обязательно сохраним, можете задавать свои вопросы, если они у вас остались, всем желаю хорошего дня и всего самого доброго, до свидания.